Джеймс Барри родился в 1995 году в США и был младшим сыном Джеймса Барри-старшего и Николы Барри. Он вырос вместе со своей старшей сестрой Александрой, с которой очень хорошо ладил на ферме во Флориде, принадлежащей его родителям, где его окружала любовь семьи. А также он с удовольствием проводил время с кошками, собаками и лошадьми. Джеймс был известен своей тягой к приключениям и добротой. Его сестра всегда говорила, что в детстве он был особенным ребенком. Но, к сожалению, когда Джеймсу было 7 лет, его родители развелись. Александра ушла жить к отцу, а Джеймс остался с матерью. Но оба родителя по-прежнему стремились воспитывать своих детей вместе и всегда поддерживали хорошие отношения. Достигнув подросткового возраста, Джеймс сохранил свой хороший характер и отличные оценки. Он был прилежным учеником и был достаточно мудр, чтобы не попасть в беду. Он называл себя искателем приключений, но в конечном итоге начал увлекаться онлайн приключениями через видеоигры. Поскольку он был общительным мальчиком, он познакомился со многими людьми в игровом сообществе. А также имел несколько школьных друзей, среди которых была очень милая на вид подруга по имени Мелани Имм. В выпускном классе средней школы Джеймс начал встречаться с Мелани, застенчивой и немногословной девушкой. Она была принята с распростертыми объятиями и со временем стала неотъемлемой частью жизни семьи Барри, с которой она часто проводила каникулы. Когда Джеймс закончил среднюю школу, Мелани, которая еще училась, решила закончить учебу экстерном, чтобы получить диплом об окончании средней школы, который подтверждает, что человек сдал 4 теста на получение аттестата о среднем образовании и имеет те же знания, что и обычные выпускники средней школы. Она сделала это с мыслью поступить вслед за Джеймсом в университет. Уже отвыкнув от школьной жизни, они часто ходили вместе в одни и те же классы, просто чтобы постоянно быть друг с другом. Однако, это не было полным счастьем. В такой динамике было что-то удушающее, и отношения между ребятами прекратились примерно на 2 года. 17 ноября 2016 года казалось, что это был обычный вечер. Джеймс был дома со своей матерью Николой и ее новым ухажером Гиджаном. Кроме этого, парень пригласил своего лучшего друга Джеффа, чтобы провести вечер, играя дома и видеоигры. Однако, примерно в час ночи, оператор службы спасения получил звонок от Николы, сообщивший, что кто-то ударил ее сына ножом и что у него идет кровь. Полиция прибыла в дом через несколько минут и обнаружила ужасную картину. На полу, на кровати и в прихожей была кровь. Джеймс был ранен ножом в грудь и имел другие колотые раны и порезы. В итоге, он скончался от полученных травм на месте происшествия. На кухне полиция нашла нож с 10-дюймовым лезвием и бороздками на рукоятке, который был признан орудием убийства. Следователи сказали, что это был необычный кухонный нож, поскольку у него было не только длинное лезвие, но и изогнутое и очень острое. Офицеры отметили несколько важных моментов, включая то, что дверь не была взломана. Более того, когда они обыскали дом, они нашли мобильный телефон с розовым корпусом на столике на заднем дворе. Во время нападения в доме находились три человека. Парень Николы, Никола и друг Джеймса Джефф. Все три свидетеля сказали полиции, что мобильный телефон принадлежал девушке Джеймса Мелани, которая была в их доме ранее той ночью. Полиция была намерена получить как можно больше информации от трех свидетелей, присутствующих в доме, поэтому и начали беседу с каждым из них по отдельности. Сначала был опрошен лучший друг Джеймса Джефф. Молодой человек рассказал детективу Шону Оливеру, что он провел ночь спокойно и заснул примерно в 22.00. А Джеймс продолжил играть в видеоигры и в какой-то момент разбудил его, чтобы сказать, что он расстался со своей девушкой. Парень сказал, что он снова заснул и проснулся, когда Джеймс вбежал в комнату с криками о помощи. Джефф выглядел эмоционально потрясенным и сказал, что он использовал свои руки, чтобы попытаться остановить кровотечение своего лучшего друга. А затем он завел его в комнату и попытался сделать искусственное дыхание, пока Никола звонила в 911. Никола, опрошенная полицией, сказала, что вечер прошел нормально. У них был семейный ужин, а Джеймс и Джефф, который был для семьи как еще один сын, остались в комнате. Геджан сказал следователям, что когда он вошел в спальню и увидел Джеймса в крови, он подумал, что мальчики подшутили над ним. Он признался полицией, что это он убрал нож с места происшествия. Геджан пояснил, что не пытался подделать улики. Наоборот, он сделал то, чтобы сохранить их, думая, что кто-то мог наступить на нож. Все рассказы свидетелей были одинаковыми и полиция не считала их причастными к убийству Джеймса. Николу спросили, считает ли она, что Мелани к этому причастна, но женщина ответила, что нет. Для нее Мелани была очень застенчивая и она могла сказать о ней только хорошая. Примерно через 30 минут после прибытия полиции в дом семьи приехала мать Мелани, имя которой не разглашается. Она сказала офицерам, что ее дочь ушла ночью и что она была очень расстроена, когда покидала дом. Она также сказала, что пыталась позвонить ей, но Мелани не отвечала на ее сообщения и звонки. Во время расследования полиция получила звонок от отца Джеймса, Джеймса-старшего, который сказал, что общался с сыном за несколько часов до его убийства. В ходе разговора парень сказал своему отцу, что собирается расстаться с Мелани. В своем последнем сообщении отцу он заявил, что расставание будет очень болезненным. После получения ордера на обыск телефона Мелани, следователи обнаружили игровое приложение, через которое общались Джеймс и Мелани. Было установлено, что в 9 часов вечера 16 ноября 2016 года Джеймс сказал Мелани, что расстается с ней, и девушка была явно расстроена и обижена этим. Полиция обследовала район и обнаружила камеру наблюдения в доме соседа. На записи видно, как машина Мелани въезжает в район незадолго до убийства, а также зафиксировано ее бегство на большой скорости прямо перед звонком в 911. В результате чего был объявлен розыск Мелани и ее автомобиля. Полицейские снова поговорили с Джеффом на очередном допросе, убежденные, что парень может дать много ценной информации. И они не ошиблись. Они узнали, что в 2014 году Джефф на некоторое время переехал к Джеймсу и его семье. Хотя дома все шло хорошо, Джефф в конце концов съехал оттуда из-за Мелани, которую он написал как очень контролирующую и навязчивую. Он сказал, что она ненавидела его, потому что знала, что он был единственным, кто мог сказать Джеймсу порвать с ней. И утверждал, что знает ее изнутри и что ее хрупкая внешность скрывает манипулятора и психически неуравновешенного человека. Молодой человек рассказал, что Мелани залилась и устраивала всякие сцены ревности, если Джеймс хотел погулять с друзьями. Джефф даже сказал, что Джеймс и раньше пытался порвать с Мелани, но она всегда шантажировала его и угрожала причинить вред. Однажды девушка взяла нож и угрожала нападением, потому что Джеймс сказал ей, что не хочет продолжать отношения. Джефф добавил, что за год до убийства Мелани призналась, что налила отбеливатель в его дорогой аквариум с морской водой и тем самым убила несколько рыбок. При дальнейшем расследовании детективы узнали, что семья Мелани ранее пыталась отдалить пару, когда увидели, как идут у них дела. Тогда они решили отправить Мелани жить к родственникам в Мэриленд, но расстояние не помогло, потому что к августу 2016 года она и Джеймс снова были вместе. Имея на руках всю эту информацию, 17 ноября 2016 года шериф округа Палм-Бич назвал Мелани подозреваемой в убийстве Джеймса Барри. Параллельно с этим расследованием полиция получила звонок от дорожного патруля о том, что автомобиль Мелани был замечен проезжающим на платном шоссе через 15 минут после убийства, что указывает на то, что она покинула город. Изучив ее банковские счета, они отметили, что Мелани использовала свои кредитные карты на различных заправках и банкоматах по пути в Сильвер Спринг, штат Мэриленд. Также выяснилось, что она общалась с своим кузеном до и после убийства. Полиция округа Палм-Бич связалась с полицией Мэриленда и попросила их проверить, находится ли белая Тойота Мелани в доме ее кузена. Когда они установили, что это так, 18 ноября 2016 года детектив Шон, отвечающий за это дело, поехал в Мэриленд, чтобы поговорить с Мелани. Он пояснил, что она не арестована и не намекал, что они ее подозревают. Наоборот, он приехал под предлогом проверки ее самочувствия, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Детектив попросил девушку рассказать свою версию событий и, к удивлению, она сказала ему правду. Мелани рассказала, что Джеймс порвал с ней и сказал ей, что в течение нескольких месяцев он не любил ее по-настоящему. Она сказала, что долго плакала, но потом очень разозлилась, поехала к Джеймсу домой и взяла нож с кухни. На вопрос, сколько раз она ударила парня ножом, она ответила, что не знает, так как не считала, но, по ее мнению, точно не один раз. Мелани также призналась, что кровавленная рубашка, в которой она была в день преступления, до сих пор находится у нее и отдала ее офицеру. На следующее утро, 19 ноября, Мелани была арестована и обвинена в убийстве второй степени. Перед первым судебным заседанием, команда защиты девушки подала предварительное ходатайство об отмене ее признания. Они заявили, что детектив Оливер принял решение не задерживать ее и не предоставлять ей адвоката, о чем она просила. Однако судья постановил, что в тот момент Мелани не находилась под стражей, поэтому детективу Оливеру не было необходимости предоставлять ей адвоката. Тогда команда защиты Мелани обвинила в убийстве Гиджана и Николу, сказав, что мужчина был настоящим убийцей, а Никола прикрывала его. Они также заявили, что Гиджан взял нож и положил его на кухне, ожидая, пока его вымоют и сотрут его отпечатки пальцев. Но аргументы обвинения прояснили ситуацию, указав, что Мелани разозлилась после разрыва отношений с Джеймсом. Она поехала в дом парня с намерением спасти отношения, но не достигнув своей цели, пришла в такую ярость, то решила взять нож и напасть на Джеймса. Присяжные совещались в течение двух дней, но не смогли прийти к единогласному решению. Они считали, что Мелани виновна, но не могли решить, было ли это убийство первой или второй степени. Судья объявил о неправильном рассмотрении дела после того, как присяжные не смогли вынести вердикт. Зная стратегию защиты Мелани, прокуроры смогли подготовиться к ее второму судебному процессу. Они снова представили все улики, указывающие против бывшей подруги Джеймса. Родители Мелани присутствовали в суде, но ушли незадолго до того, как психолог доктор Хеддер Холмс, привлеченный в качестве эксперта защиты, заявил, что Мелани подверглась сексуальному насилию со стороны своей матери. Эксперт сказал, что мать девушки страдала посттравматическим стрессовым расстройством после того, как ее родители были убиты в Камбодже. С другой стороны, аргументы помощника прокурора во время ее заключительного выступления были убедительными и перевесили чашу весов. Она упомянула о разрыве отношений, который был элементом, спровоцировавшим убийство. Сказав, что разрыв отношений, подобный тому, на который решился Джеймс, причиняет боль. И что это, очевидно, причинило бы боль любому человеку. Но Мелани повела себя как неразумный человек и решила, что достанет большой мясницкий нож и зарежет его. Судебное разбирательство длилось всего 4 часа, поскольку доказательств обвинения было достаточно. Несмотря на аргументы защиты, которые обвиняли мать Мелани в расстройствах девушки, или подразумевали, что убийство было совершено какими-то другими знакомыми, 10 января 2019 года Мелани им была признана виновной в убийстве второй степени и приговорена к 50 годам тюремного заключения. Судья сказал, что при вынесении приговора Мелани, он принял во внимание ее возраст, отсутствие судимости и меньшее обвинение в убийстве второй степени. И объявил, что 866 дней, которые она уже отсидела, будут вычтены. И она сможет выйти на свободу только в 2066 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...